Честно говоря, хочется, чтобы, скажем так, эта машина обмана, ну, закончилась все-таки. Мы не называем настоящего имени и не показываем лиц. Таковы условия, которые перед интервью поставил бывший работник Global Engineering Baltia. Он устроился на работу в компанию, которая призывала людей инвестировать в прорывную технологию электромоторов. В Global Engineering Baltia он проработал больше года. Сначала обычным сотрудником в колл-центре, потом пошел на повышение. Говорит, что поначалу и сам верил руководителю компании Андрею Моргунову. И не думал, что ему придется просто разводить клиентов на деньги. Я понимаю, что я их тоже обманывал. Ну, скажем так, не знаю всю ситуацию. То есть вы поверили в то, что это действительно какая-то прорывная технология и за ней что-то будет? Да. По словам Андриса, летом прошлого года в компании работало порядка 20 сотрудников. Сейчас осталось только 8. Они работают в современном офисном здании на улице Дунтес. Трудятся за минимальную зарплату без каких-либо соцгарантий и трудовых договоров. Мне дали подписать договор о субаренде, что я арендую за 15 евро в месяц свое рабочее место. И если налоговая приходит, я занимаюсь типа своими делами. А как вам деньги платились? Наличными? Наличными. То есть это в конвертах, да? Так называемая плата в конвертах. То есть мы подписывались, каждый на своей бумажке, что ты заработал столько-столько. Подписывались и получили деньги. Исполнительный директор нам выдавал деньги. Это выдержки из внутренней документации компании Global Engineering Baltia, которая оказалась в распоряжении личного дела. Клиентская база, внутренние инструкции. Каждый клиент занесен в таблицу. Всюду маркировки. Дожать, перезвонить. Клиент холодный. Мои обязанности были на ССЛВ искать недвижимость, автомобили, которые трудно продаются. Звонить этим людям и предлагать прийти к нам в офис. Из-за того, что у нас есть уникальная возможность приобретения этих автомобилей, домов, квартир и так далее. У каждого агента был план по сдаче 6 тысяч евро в месяц. Как говорит Андрис, истинную сумму привлеченных инвестиций знает только глава компании Андрей Моргунов. По его собственным оценкам, это больше 300 тысяч евро. Эти деньги давали на стройку завода по производству уникальных электромоторов с высоким КПД. Но за все время работы Андрис так и не увидел признаков строительства. Есть какие-то факты, которые свидетельствуют о том, что деньги направляются на строительство этих заводов? Нет. Я их не видел. Вся деятельность компании Global Engineering Balty сконцентрирована именно на привлечении инвестиций. Любыми способами. Это была возможность якобы у человека заложить в кредит свою квартиру и принести деньги нам. А вот что ждет недвижимость инвестора согласно внутреннему документу Global Engineering Balty. Ставим на продажу за 80-85% рыночной стоимости с максимальной рекламой объявления. И вот внимание. Если через две недели недвижимость не продана, закладываем под минимальный процент и лучшие условия местной кредитной компании. То есть недвижимость инвестора продается максимально быстро, порой за ломбардную цену. Один из инвесторов, назовем его Владимир, ради вклада в Global Engineering Balty заложил квартиру и землю в Иманте. Перспективного клиента обрабатывал сам босс Андрей Маргунов. У меня банк уже вот с завтрашнего дня врубают штрафные санкции под 15 евро в день из-за того, что он отказался. Он уговорил меня взять 35 тысяч кредит без кредита и принести ему деньги наличными. Я принес эти денежки. Он выписал мне бумажку без печати, что моя сумма увеличится в 5 раз на 10 этапе. Плюс, значит, я заложил у него землю, которую он продал, ни копейки тоже не заплатил. То есть у меня ситуация страшная практически. Владимир уже собрался было идти в полицию и писать заявление, но через день после разговора с личным делом передумал. Ждет. Владимир осознает, что всех денег за свою недвижимость он никогда не увидит. Но оттягивает свой поход в полицию. Личное дело связалось с Андреем Маргуновым по телефону. Он попросил прислать ему вопросы по электронной почте и пропал. Тогда мы отправились в офис компании. А где можно найти сейчас Маргунова? Просто я написал ему вопрос по мейлу и звонил. Вот пока никаких ответов нет. Давайте я позвоню. Однако и своему сотруднику глава компании не ответил. Вскоре после нашего визита Андрей Маргунов дал личному делу письменный комментарий. Он отрицает все утверждения о том, что зарплаты сотрудников выплачивались в конвертах, а также что у работников не было трудовых договоров. По данным Креди Веб, в латвийском регистре предприятий на Андрея Маргунова зарегистрировано 4 компании. У одной прекращена хозяйственная деятельность, другая стоит 1 евро. Третье – общество. И четвертое – представительство британской компании. Ни по одной из представленных в регистре компаний не составляются годовые отчеты. Нет движения и данных об уплате хоть каких-либо налогов. Андрей Маргунов отвечает. Ввиду того, что компания не ведет какой-либо коммерческой деятельности на территории Латвии и зарегистрирована в Великобритании, то налоги в пользу бюджета Латвии не начисляются. Уставной капитал материнской компании, указанный на ее сайте, составляет 1 миллиард фунтов. Такая мощная в финансовом отношении структура, по словам Маргунова, в ближайшее время на пресс-конференции представит характеристики первого произведенного ими в Латвии электромотора. Отношения с инвестором Владимиром компании также урегулированы и задолженностей перед ним на текущий момент нет, утверждает Маргунов. Мы связались с частью инвесторов компании Global Engineering Baltia. И в действительности многих из них трудно назвать жертвами пирамиды, поскольку они участвуют в этом процессе осознанно и намерены выиграть деньги. Один человек рассказал нам, что он инвестировал даже в 8 подобных компаний. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.